спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы парусный спорт навсегда связан санкт-петербург основатель города петр великий просто обожал парусные суда и лично закупал прогулочные лодки петр мечтал что все население его города будет передвигаться на лодках как в венеции но до этого не дошло разве что знаменитые питерские речные трамвайчики в какой-то мере исполнили мечту царя яхты так и остались нишевым хобби который вдобавок считается очень дорогим на самом деле разница в обучении с нуля с другими востребованными видами спорта вроде фигурного катания не так уж велика то время как возможности яхта дает гораздо больше как говорил джек воробей корабль это свобода на яхте можно объехать весь мир и везде посмотреть что-то новое парусные клубы петербурга от парусной академии до речного яхт-клуба проводят не открытых дверей где подробно рассказывают как стать яхтсменом для самой широкой публики существует красочный чемпионат последние дни июля в акватории финского залива состоялся чемпионат россии в классе sb-20 это очень распространенные в мире гоночные яхты на 3-4 человека не слишком большие но и далеко не маленькие как раз на такой могли бы искать приключения капитан врунгель с ломом и фуксом если бы родились немного попозже эти яхты особенно популярны в петербурге здесь сосредоточен основной российский флот sb-20 а в 2014 году уральский экипаж во главе со шкипером евгением неугодниковым выиграл чемпионат мира чемпионате россии соревнуются гонщики высокого класса в нынешнем году заявились 26 экипажей со всей страны от санкт-петербурга до владивостока москва челябинск екатеринбург саратов даже костромат победу с большим отрывом одержали хозяева питерцы кирилл фролов братья максим и михаил шереметьевы олеся пирогова до экипажи в современном парусном спорте часто бывают смешанные важен только вес спортсменов которые ни в коем случае нельзя превышать но и уровень подготовки а пол и возраст значения не имеют конце концов настоящий капитан должен быть умудрен опытом петербурге обычно капризный не слишком сильный ветер все-таки наш финский залив далеко не открытое море и уж конечно не океан однако в минувшую субботу ветра разгулялись так что часть парусных гонок пришлось отменить бывают и в петербурге гигантские волны с которыми спортсменам пришлось бороться в первой половине дня в целом парусная регата величественное зрелище даже с берега особенно когда распускаются ярко окрашенные дополнительные гоночные паруса и яхты становятся похожи на цветы орхидеи посреди моря правила гонки довольно длинные и для стороннего человека сложные хотя суть также что в любых гонках очень важно идеально стартовать и правильно выбрать тактику прохождения дистанции между буйками остальное полностью зависит от действия экипажа даже если вы не понимаете правил кораблей это просто красиво лучше всего смотреть регату вблизи скатера или поучаствовать мастер-классе самому кто знает может быть именно к морю вас кинулась уже